В одном из крупнейших торговых центров Баку сегодня произошел серьезный пожар. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. Работу огнеборцев усложнило строение здания и его захламленность. Именно предупреждению подобных происшествий в Новгородской области сегодня был посвящен семинар, на котором встретились спасатели и руководители крупных торговых объектов. Цель подобных публичных обсуждений – донести до бизнес-сообщества информацию о новых требованиях надзорных органов и напомнить о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать на объектах защиты. В основном в числе участников встречи владельцы и руководители крупных торговых центров. Они, как показывает печальная российская статистика, зачастую становятся особо опасными в случае ЧП. Удручают и цифры, которые озвучивают спасатели. К сожалению, у нас что 19-й год, что уже и начало текущего года. А перед тем, что обстановка с пожарами складывается тяжело. Уже в области 177 пожаров. Рост на 24% в сравнении с прошлым годом. Соблюдать все требования противопожарной безопасности достаточно сложно, признаются участники встречи. Однако прилагать к этому все усилия – обязанность каждого руководителя. Ведь безопасность людей на первом месте. Проблемы какие-нибудь были с МЧС уже в ходе проверок? Да, были. Постранили? Да, конечно, постранили. У меня сегодня как раз проверка проходит на Восточном торговом центре. Волнуетесь? Волнуюсь. Конечно. Подготовились, но могут быть всякие варианты. В ходе проверок основной акцент делается на работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, сигнализации систем пожаротушения и оповещения. Однако важнейшую роль в деле обеспечения безопасности играет человеческий фактор. Помимо всего прочего, мы проводим большую профилактическую работу на объектах с кровоточным пребыванием людей. Проводим с ними эвакуации, тренинги, чтобы персонал и руководство объекта знали свои действия в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. Пожары в торговых центрах в Новгородской области тоже случались. Один из последних произошел в октябре 2018 года в Новгородском барке. К счастью, никто из людей в этом происшествии не пострадал. Продолжение следует...